Здравствуйте, я жительница города Донском и к району Комсомольском. Мы находимся в нашем доме, который расположен по улице Комсомольска 11-6. Наш дом считается молодым, ему 40 лет, его построили от шахты. Но в данный момент наш дом просто рушится на самом деле. У нас очень плохо с водоснабжением, в течение 5-6 лет мы бьемся, чтобы у нас была вода в доме. На период летнего момента воды в доме совершенно отсутствует, просто-напросто ее нет. У нас отсутствует канализация, постоянно все забито, каждую неделю мы вызываем, чтобы нам пробивали канализацию. Недавно, 2 года назад, в нашем графе образовалась графа отопления. Так как наш дом находится на индивидуальном отоплении, у нас все квартиры на АГВ, мы задали вопросом, на что нам ответили, что 3 квартиры у нас находятся на государственном, но в нашем подъезде нету, как вы видите, ни батарей, у нас нигде не проходят трупы, связанные с отоплением. Три квартиры, которые расположены на первом этаже, у них отдельно получается идет вход и выход. К дому они никакого отношения не имеют. Мы подавали жалобы, неоднократно писали, нам присылали, у нас есть все документы, нам присылали отписки, что это все законно, мы должны это все оплачивать. Хорошо, мы не против, мы согласны это оплачивать. Тогда верните наш подъезд, отопление поставьте, чтобы он отапливался. Вот на данный момент вы видите, что у нас нету ничего, у нас все рушится, мы жильцы, как можем, пытаемся своими силами скидываться что-то, пытаться штукатурить, делать. Но так как подъезд не отапливается, он постоянно в сырости. Первый этаж всегда канализация текет, это все вот в данной зиме сейчас нету запаха, но летом это просто ужасно. У нас вот сыпятся стены постоянно, мы постоянно что-то пытаемся сделать, но мы не можем это сделать, как сказать, потому что помощи от ЖКО и от других организаций мы не видим. У нас уже дом наклонился, фундамента практически в доме нету, сейчас снег, конечно, не видно. Мы просили вызвать комиссию, на что нам ответили, что комиссию вы должны вызвать сами и ее оплатить. Извините, у меня таких денег нету. В доме большинство живут многодетные семьи и старики. У стариков пенсия маленькая, мы многодетные тоже не особо шикарно живем, но чем можем, то и делаем. Живу в этом доме со дня его заселения и в нашем доме находится очень много проблем. В первую очередь у нас сначала была проблема с паровым отоплением, Потом у нас начались проблемы с канализацией, с водоснабжением и с паровым отоплением. С водоснабжением нам обещали в этом году что-нибудь придумать, что-то сделать по программе «Чистая вода», но что-то надежды у нас очень-очень мало. И в среде этих у нас проблемы с паровым отоплением. Наш дом находится на индивидуальном отоплении, в местах общего пользования у нас отопления нет, но с нас берут плату и говорят, что это законно. Мы уже не знаем, куда обращаться, мы уже два года с этим бьемся, и нам говорят, что это законно платить за то, чего у нас нет. Два года назад здесь вот просто буквально вот стена, она вообще сыпется. Житель той квартиры, которой эта стена принадлежит, он ее два или три раза штукатурит, но она просто вот сыпется, ступенек нету, вот двери, неоднократно мы писали жалобы по поводу дверей. Нам обещали поставить в 2019 году, в 2020 году, уже 2021 год. На все обращения нам отвечают, денег нету, на вашем доме нету денег. Я тогда не понимаю, а где у нас деньги, если мы ежемесячно платим за обслуживание дома, почему у нас нету, в том году у нас повредились двери, мы написали заявление, приехали, вот пришел Лежако, поставили две фанерки, две это, за это с нас сняли 4000 рублей. Вы меня, конечно, извините, но это слишком дорого. Вот наш дом, вот козырьки, в том году мы хотя бы просили сделать козырьки, так как шифер перекрытия сделан неправильно, получается снег оттуда стекает и свисает, и падает на козырек. Жильцы третьего подъезда за собственные средства делали козырек, он обвалился снегом просто, ну вот, и сломал. Мы ничего в данный момент не можем добиться ни от администрации. Кулик неоднократно выезжал к нам в дом, неоднократно давал обещание, что все неполадки будут устранены. В октябре месяце у нас последний раз была администрация, на что нам ответили, что сейчас вот будут водоканал, он, ну мы боремся с водой, еще раз повторюсь, нам ответили, что водоканал сейчас перешел в администрацию города, что они постараются нам помочь с водой. Пришло письмо, что если мы войдем, то тогда причина будет устранена. Но я думаю, что мы не войдем, потому что 6 лет мы уже боремся с этим, и у нас ничего нет. Вот наша злополучная канализация, которая первый этаж постоянно тонет. Вот фундамент, ну сейчас он снегом, конечно, завален, но его нет, его просто нет. Фундамент весь проболелся, дом наклоняется. Поверху у нас идет световой кабель, который вот черный проходит, он искрит. Газовщики каждый раз, когда женщины приезжают и смотрят вот у нас вытяжки, постоянно говорят, девушки, у вас на неоднократное обращение в электросеть каждый раз на меня вылупляют глаза и говорят, мы от вас ничего не получали. Ну извините меня, если вы мое заявление взяли, скомкали, выбросили на следующий месяц. А я здесь в том месяце не работала. Ну а я что, я что должна жить у вас, чтобы на все вот эти неоднократные заявления. Только тут, ну вот, просто отписки, идут отписки. Помощи мы ни от кого, уже мы даже не знаем, куда и чего обращаться.